Уехал в командировку снимать свой лучший сюжет. Сегодня так легче думать всем. Скоропостижный уходит для ведущего. Шеф-редактора Вести Алтая Владислава Сухачева отказываются верить близкие, друзья, зрители, коллеги, молодые журналисты. Последнее задание, которое он мне дал, это было в среду вечером. Он мне сказал, с тебя говорит сессия, включение, и больше я тебя не трогаю. Сделай мне это, чтобы даже это было интересно. Чтобы всем было понятно и классно. И уехал. Он всегда уезжал где-то в 5.30, в 6 с работы. И он уехал, и я говорю, отлично, все классно. Я уехала утром на сессию, сделала, вот сдала я ее, только уже не ему. Добрый вечер. В эфире информационная программа «Алтай». Как всегда, в течение ближайших 20 минут вы узнаете самые свежие новости со всего края. Он выделялся даже внешним видом. Яркий и харизматичный. С первого выпуска полюбился зрителям. На экране Владислав Сухачев появился в 96-м с интересом, азартом, юмором, а где-то даже немного по-хулигански рассказывал зрителям новости. Снимал для них крутые репортажи. Чего стоят его легендарные сюжеты на 1 апреля. Так памятник Гопнику стал настоящей информационной бомбой в медиапространстве. Главная интрига. А где же будет установлен памятник Гопнику? Последнее слово за инвесторами проекта. Я думаю, что судя по тому, что в наше время, во всех трамваях было нацарапано гвоздем поток королей, я думаю, это должен быть поток. До начала карьеры телевизионщика Владислав Сухачев сочинял тексты, пел в известной рок-арт-группе «Дубовая роща» и уже привлекал внимание СМИ. Мы познакомились в 91-м году с Владиславом. Это было в Волтайском государственном университете, в редакции газеты «За науку». Я там работал. Владислав пришел с коллективом «Дубовая роща». Мы сразу сделали несколько интересных совместных публикаций в газете, потом сделали несколько концертов, которые были посвящены рок-музыке в вузах. Творчество «Дубовой рощи» все прекрасно знают. И надо сказать, что само это творчество, оно, в общем-то, отражает, в том числе, и вот эту вот философию Влада. Философия самоиронии, философия такого положительного отношения к жизни, несмотря ни на что. Я Владислава помню еще с тех пор, когда они в свободном курсе своей компании устраивали сплав по Великой Сибирской реке Пивоварка. Это было, конечно, беспримерное событие. И вот я, причем самое интересное, что я подумал, что, может, правда, где-то существует Великая Сибирская река Пивоварка. Вот такая была энергия, такой напор был, что я подумал, что, ну, правда, где-то есть. А потом я узнав, что это вот этот ручеек, который течет по Бурноулу, и вот они так всех заразили, что в 90-е годы, когда, казалось бы, людям не до того, они вот так всех заразили, что действительно получилась огромная какая-то акция, какие-то байдарщики пришли, сплавлялись, народ там ходил, глазел. В журналистику Владислав Сухачев пришел после окончания математического факультета. В редакции «Вестей» он проработал почти 30 лет. В ночь с пятницы на субботу корреспондента не стало. Он скончался на 52-м году жизни. Врачи делали все возможное, но организм не справился с тяжелым состоянием. Известный телеведущий символично ушел из жизни 1 апреля. Сибирская медиагруппа приносит свои глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Владислава Сухачева. Валентина Аскерова, Михаил Филиппов. День с толком.